Урок 19. Принцип применения творческого метода. На этом уроке расскажем о принципе применения творческого метода. Творческая позиция – основной метод, которого следует придерживаться в революции и строительстве нового общества. Великий Ким Чинер отметил. Придерживаться творческого метода при решении всех вопросов развития революции и строительства, опираясь на творческие силы народных масс и исходя из реальных условий страны – таков принцип, которому надо неизменно следовать в революционном движении. Метод, позволяющий энергично развертывать революционную борьбу за осуществление самостоятельности народных масс, подразумевает широкое проявление творческих сил народных масс. Творческая позиция требует от народных масс выполнять роль решающих сил, двигающих революцию и строительство. Принцип применения творческого метода состоит из методов, требующих опираться на народные массы, и методов, отвечающих реальным условиям. Методы, требующие опираться на народные массы – важный принцип для притворения в жизнь творческого метода. Опираться на народные массы – значит решать все вопросы революции и строительства, веря в силу народных масс и мобилизуя их творческие способности. Народные массы представляют собой решающие силы, двигающие революцию и строительство. Так как они являются хозяевами революции и строительства и обладают нестегаемой творческой силой, только при опоре на них можно успешно решать любые трудные вопросы и энергично форсировать революцию и строительство. Чтобы одержать победу в революционном движении, надо верить в народ, учиться у него, опираться на него и мобилизовать его. Чтобы успешно ввести революцию и строительство, опираясь на народные массы, надо разработать верную линию и политику, выражающие требования и стремления масс, и превратить их в дело самих масс. Народные массы, лучше чем кто-либо другой, знают действительность, имеют богатый опыт. Отражая и делая всеобщим достоянием мнения и требования широких народных масс, можно разработать правильную линию и курс, отвечающий стремлениям и интересам народа, и, овладев сердцами людей, вдохновить их на борьбу. Следует всегда прислушиваться к голосу масс, вовремя отражать в линии и политике проблемы, выдвигаемые ими, активно бороться против тех явлений, когда пренебрегают настроением масс или отворачиваются от него. Кроме того, нужно разработать политику, отражающую волю и стремление народных масс, довести ее до сознания людей и сделать достоянием самих масс. Чтобы ввести революцию и строительство, опираясь на народные массы, необходимо сплотить их в одну политическую силу – сила масс в их сплоченности. Когда массы объединятся в единый кулак, они проявят поистине колоссальную силу как в революционной борьбе, так и в строительстве. Во имя крепкого сплочения народных масс необходимо правильно сочетать классовую линию с линией масс. Твердо отстаивая классовые принципы и правильно осуществляя линию масс, можно последовательно изолировать и враждебные элементы, укреплять классовые позиции, воспитывать, перевоспитывать и сплачивать широкие народные массы и мобилизовать их высокую творческую активность на решении задач революции и строительства. Чтобы ввести революцию и строительство, опираясь на народные массы, необходимо бороться с любыми разновидностями старого, со всем, что мешает прогрессу. Особенно важно настойчиво бороться против пассивности, консерватизма и пораженчества. Только в этом случае можно полностью реализовать творческие силы и народных масс, вызвать непрерывный подъем и прогресс в революции и строительстве. Чтобы ввести революцию и строительство, опираясь на народные массы, надо развернуть широкое движение масс. Можно успешно решить любую трудную проблему, если ввести борьбу против того, что ставит палки в колеса поступательному движению масс, выявлять их высокую сознательность и творческую инициативу, организовать и непрерывно развивать массовую борьбу. В революции и строительстве, ведущихся при опоре на народные массы, важное значение имеет разработка революционных методов работы. Даже выбрав правильную линию и верный курс, мы не сможем разумно организовать и мобилизовать массы на борьбу за их осуществление, будем не в состоянии успешно вести революцию и строительство, не научившись работать революционными методами. Революционная партия должна всегда применять революционные методы работы, только так можно в полной мере мобилизовать революционный энтузиазм и творческую активность масс и избавиться от бюрократизма и голого администрирования, которые еще могут проявиться в деятельности правейшей партии. Методы, отвечающие реальным условиям, входят в состав руководящих принципов применения творческого метода. Они позволяют творчески решать все вопросы с учетом меняющейся и развивающейся действительности и конкретных условий своей страны. Чтобы направить революционную борьбу с учетом реальных условий в своей стране, необходимо разработать такую линию и политику, тактику и стратегию, которые бы в полной мере учитывали субъективные и объективные условия для ведения революции в стране. Иначе можно допустить субъективизм в разработке линии и политики и нанести огромный ущерб революции и строительству. При разработке революционной линии и политики, стратегии и тактики нужно не только в полной мере учитывать сложившиеся объективные условия и обстановку, но и взять за первую основу самостоятельные требования и подготовленности народных масс. В революционной борьбе, ведущейся применительно к условиям своей страны, важно иметь правильное отношение к существующим теориям. Так как условия и обстановка революции постоянно меняются и развиваются, с догматическим подходом к существующим теориям, невозможно разрабатывать правильную линию и политику, не избежать перипетий в революции и строительстве. Догматизм равен самоубийству, когда сам себе связывают руки и ноги. При руководстве революционной борьбой и строительством отправным моментом должна служить живая действительность, а не положение или формулы существующих теорий. В тех случаях, когда данный вопрос отвечает потребностям и интересам народных масс и вытекает из объективных и субъективных условий, нельзя ограничивать и свои действия рамками готовых положений и формул. Для введения революционной борьбы, применительной к условиям своей страны, нужно настойчиво изыскать новые принципы и пути осуществления революции и строительства, отвечающие историческим условиям времени и конкретной обстановке, сложившейся в стране. История развивается, и действительность постоянно меняется и развивается. Изменения времени и развивающаяся действительность выдвигают множество новых вопросов, которых нельзя решать готовыми теориями. Поэтому только путем активного поиска принципов и путей революции, соответствующих новым социально-историческим условиям и конкретным условиям страны, можно ввести революционную борьбу в соответствии с требованиями развивающихся времени и условиями данной страны. Чтобы ввести революционную борьбу применительно к условиям своей страны, надо иметь их критическое творческое отношение к опыту других стран. Опыт других стран всегда отражает их социально-исторические условия и национальную специфику. В нем имеются необходимые и полезные для своей страны, есть и ненужные, вредные. Кое-что отвечает и условиям, а кое-что нет. Поэтому из опыта других стран надо переменять полезные, а ненужные следует отбросить. И при заимствовании положительного опыта других стран следует не копировать его целиком, а учитывать конкретные условия своей страны. Если копировать чужое не слепо, а применить его по своему образцу, то оно станет своим. До сих пор мы рассказали о принципе применения творческого метода. На следующем уроке расскажем о принципе «Главное внимание уделять идейности». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова